С любым iPhone, будто старенький iPhone 5s или новейший iPhone 15 Pro Max, можно сделать гораздо больше, чем вы думаете. В этом видео собрал 50 полезных фишек iPhone для более продуктивной и комфортной работы. Возможно, некоторыми вы уже пользуетесь, но уверяю вас, о каких-то вы услышите впервые и будете удивлены. Поехали! Если вы только что звонили человеку и хотите позвонить ему еще раз, достаточно два раза нажать на зеленую кнопку звонка. Первое нажатие показывает номер, а второе набирает его. И приложение телефон наберет последнего вызываемого абонента. Если в калькуляторе вы случайно набрали не ту цифру, просто сделайте свайп слева направо или справа налево, и набранный по ошибке символ сразу же исчезнет с экрана. В программе здоровья на iPhone есть свой точный шагомер. Мало кто об этом знает и даже не обязательно скачивать сторонние приложения. В iPhone есть и свой встроенный конвертер. Просто откройте поиск Spotlight и введите ваш запрос. Кроме того, этим же способом вы можете конвертировать множество других величин, массу, размеры и так далее. Вам нужно снять быстро движущийся объект, потяните кнопку затвора влево и удерживайте ее в этом положении. Приложение камера сделает серию фотографий и выложит их в фото, а вы уже выберете самую оптимальную и удалите то, что не получилось. Если же вы в режиме съемки фото нажмете и будете удерживать кнопку затвора, то таким образом активируете запись видео. Если при этом потянуть кнопку затвора вправо и разместить ее в белом круге, то запись видео будет осуществляться без удержания кнопки затвора. По ошибке закрыли вкладку с отличным видео или классной статьей, лезть в историю не обязательно, достаточно сделать долгий тап по кнопке плюс. В открывшемся меню вы увидите все странички, которые недавно закрывали. Если при серфинге интернет просторов вы наткнулись на интересную ссылку, а текущую страницу покидать не хочется, просто нажмите на ссылку двумя пальцами и она также откроется в новой фоновой вкладке. В iPhone есть функция быстрой отмены только что набранного текста. Для этого нужно всего лишь провести тремя пальцами по экрану влево. Если нужно вернуть удаленный текст, то можно провести тремя пальцами вправо или дважды быстро нажать ими на экран. Кстати, важно отметить, что все эти фишки работают только на актуальных устройствах Apple. И если вам давно пора было обновить свой гаджет, например, взять новенький iPhone или iPad, я искренне рекомендую сделать это в магазине TechnoDeus. У ребят огромный ассортимент устройств по отличным ценам. От Apple Watch и AirPods до последних MacBook и iMac. При этом есть быстрая доставка в любую точку страны и официальная гарантия. А в Москве есть даже собственный шоурум, где сотрудники ответят на любые ваши вопросы и помогут с выбором. Ссылка на магазин TechnoDeus в описании видео. А у промокода яблок вы даже получите скидку 1000 рублей на покупку iPhone. Приятный бонус. Пользуйтесь. Функция «Касание задней панели» в настройках универсального доступа позволяет привязать различные действия создания скриншотов, запуска элементов iOS, приложений и быстрых команд при помощи легкого постукивания по задней панели смартфона. Откройте настройки и перейдите в раздел «Универсальный доступ», разверните меню «Касание», «Касание задней панели», определите вариант прикосновения и необходимое действие по своему желанию. На iPhone можно быстро сканировать документы. Откройте «Заметки» и выберите иконку с фотоаппаратом. В всплывающем окошке нажмите на «Отсканировать документы». Если нужно отсканировать несколько страниц, фотографируйте каждый лист отдельно, после чего приложение соберет все в один PDF-файл. В iPhone также есть скрытый трекпад, о котором многие не знают. Чтобы его активировать, нажмите и удерживайте клавишу пробела и, не отрывая палец от экрана, перемещайте курсор туда, куда вам нужно. Начиная с 11-й версии операционной системы, в iPhone вы можете перемещать сразу несколько иконок за один раз. Нажмите и удерживайте палец на иконке, чтобы перейти в режим перемещения. Пальцем другой руки нажимайте на иконки, которые хотите переместить одновременно. Они будут складываться одна за другой в стопку. Когда все иконки будут собраны, просто перетащите стопку в нужное место. Быстрое перетаскивание элементов между приложениями. Выделяете элемент в любом приложении, зажимаете палец на экране и переносите этот элемент в другое открытое приложение. Работает быстрее, чем нажать «Копировать и вставить». В iMessage имеется малоизвестная функция, позволяющая автоматически изменять слова в переписке на смайлики и эмодзи. Чтобы сделать это, наберите сообщение и откройте клавиатуру эмодзи. Некоторые слова, имеющие ассоциации с эмодзи, окрасятся в оранжевый цвет. Затем просто нажмите на подсвеченные слова, и вам будут предложены варианты замены на смайлики. Умный поиск в приложении фото позволяет распознавать на снимках различные предметы, объекты, места и даже животных. Это позволяет пользователям искать изображения по ключевым словам или описанию событий, вместо того, чтобы просматривать все фотографии вручную. Для быстрого набора специальных символов и цифр на iPhone имеется скрытая функция. Она заключается в том, что вместо переключения клавиатуры просто следует нажать кнопку 1, 2, 3 и не отрывая палец от экрана переместиться на необходимые символы. Клавиатура автоматически переключится с буквы на цифровую, а после ввода необходимого символа вернется в исходное положение, к прежней раскладке. На рабочем столе вашего iPhone может быть несколько одинаковых ярлыков. Для этого просто перетащите на рабочий стол любое число ярлыков из библиотеки приложений. Это пригодится для создания разных рабочих столов, например, для режима фокусирования. Можно быстро узнать пароль от известной сети Wi-Fi. Откройте настройки и перейдите в раздел Wi-Fi, разверните меню известной сети и получите доступ к паролю через одноименный пункт. Автоматически отделяйте объект на фото от фона. Откройте необходимый снимок в фото или другом приложении, задержите палец в необходимом объекте, скопируйте его без фона. Диктофон на iPhone умеет пропускать тишину в ваших записях. Откройте редактирование необходимой записи в диктофоне, разверните меню параметров и переведите в активное положение переключатель пропускать тишину. Эта полезная фишка ставит в записи только голос. В приложении фото можно посмотреть метаданные ваших снимков. Откройте необходимый снимок фото и смахните по нему снизу вверх. Здесь же можно добавить и подпись, чтобы обратить внимание на какую-то деталь. Очень удобная фишка, о которой многие вообще не знают. Можно установить свои обои в браузере Safari. Откройте новую вкладку и прокрутите страницу до конца. Нажмите «Изменить». Включите функцию «Фоновое изображение». Выберите стандартных или добавьте свои обои. Можно изменить размер текста в одном приложении. Для начала добавьте в пункт управления переключатель «Размер текста». Воспользуйтесь им в конкретном приложении и определите необходимый показатель. Стоит отметить, что фишка работает только с приложениями, которые поддерживают системный размер шрифта. Если нужно найти информацию на очень длинной странице сайта, не обязательно долго свайпать вниз. В Safari есть функция «Быстрой перемотки». Нужно нажать на незаметный бегунок справа и потянуть вниз или вверх. Кстати, работает это везде в iOS. В настройках в разделе «Сброс» есть функция «Подготовка к новому iPhone». После ее нажатия смартфон сделает копию всех данных в iCloud. Фишка в том, что эту резервную копию получится сделать, даже если свободного места в облачном хранилище нет. Приложения и данные будут автоматически передаваться в копию и обновляться в ней, пока мы не перенесем ее на новое устройство. Время бесплатного использования облака для копии 21 день. В настройках клавиатуры на iPhone можно настроить автозамену текста. Придумываем условное сокращение, дописываем к нему расширенную фразу. Когда будем печатать на клавиатуре сокращение, произойдет автоматическая замена его на фразу. Можно также добавить символ Apple при написании компании с Купертино. Откройте приложение настройки и перейдите по пути «Основные», затем «Клавиатура» и «Замена текста». Нажмите на значок «Плюс» в правой верхней части экрана. В поле «Фраза» вставьте логотип Apple. В поле «Сокращение» пишите слово или несколько букв. В процессе набора они автоматически превратятся в желанное яблочко. Нажмите «Сохранить». Чтобы долго не прокручивать текст или изображение в приложении или на сайте, то для того, чтобы быстро вернуться наверх, просто коснитесь часов в верхней строке состояния. Если вы привыкли перед сном слушать музыку или смотреть сериал, то, вероятно, не раз обнаруживали утром, что заряда на iPhone не осталось, так как вы уснули и не отключили музыку или видео. В стандартном приложении «Часы» есть полезная возможность установки таймера на остановку воспроизведения музыки или видео. Настройте время, через которое нужно будет выключить музыку, нажмите на пункт «По окончании», пролистайте в самый низ и выберите «Остановить». Так музыка выключится независимо от того, в каком приложении вы ее слушаете. Чтобы быстро отложить будильник, не обязательно нажимать на кнопку на экране. Можно просто нажать на одну из кнопок регулировки громкости. Одно нажатие, и будильник тут же остановится и будет отложен на 9 минут. В iOS уже давно есть свой встроенный «Shazam». Чтобы узнать, что за песня играет в магазине или такси, нужно просто свайпнуть в пункт управления и нажать на значок «Shazam». Через несколько секунд на экране всплывет уведомление с указанием автора и названием песни. Кстати, «Shazam»ить можно не только музыку вокруг, но и ту, что играет на самом iPhone, например, в видео на YouTube. Чтобы добавить «Shazam» в пункт управления, зайдите в «Настройки», «Пункт управления», нажмите на «Плюс» в разделе «Распознавание музыки». Также мало кто знает, что в iPhone есть фоновые звуки природы для расслабления, вроде шума океана или ручья. Чтобы их включить, откройте «Настройки», «Универсальный доступ», пролистайте вниз и выберите «Аудиовизуализация», «Фоновые звуки», активируйте ползунок «Фоновые звуки». В этом же меню вы сможете выбрать звук по умолчанию, отрегулировать громкость. А чтобы в дальнейшем быстро включать и отключать фишку, добавьте ее в пункт управления. Для этого откройте «Настройки», «Пункт управления», нажмите на «Плюс» в разделе «Слух». В iPhone вовсе не нужно переписывать текст изображения вручную, чтобы его скопировать, перевести или кому-то отправить. Нужно просто навести камеру на текст. После этого вы увидите желтую обводку, а внизу появится квадрат с тремя полосками. При нажатии на этот квадрат вам предложат выбрать действие – перевести, скопировать или поделиться текстом через мессенджеры. Большинство мелодий будильника резкие и очень бесячие. Лучше используйте приложение «Часы» в разделе «Сон». Пробуждение нажмите на кнопку «Изменить». После этого отрегулируйте время отхода ко сну, удерживайте значок дивана и время пробуждения. В самом низу нажмите сигнал пробуждения и выберите понравившуюся вам мелодию. Приятно еще и то, что громкость звука будет увеличиваться постепенно. На всякий случай расскажу и о том, как быстро скрыть фото в iOS. Откройте фотографию, нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Скрыть». После ищите фото в альбоме «Скрытое». В этот альбом можно попасть только через Face ID. Также iPhone сам выявляет дубликаты фотографий и не нужно скачивать сторонние платные приложения. Вам нужно только зайти в фотографии, найти папку «Дубликаты» и удалить все лишнее. Можно включить вспышку для уведомлений, если не хотите пропустить уведомления, когда телефон на беззвучном режиме. Откройте настройки, затем прокрутите вниз и выберите универсальный доступ. Прокрутите вниз и коснитесь кнопки «Аудиовизуализация». Найдите вспышку для предупреждений, чтобы включить эту функцию. Только вот в кинотеатре, пожалуйста, лучше выключайте функцию. Можно не сохранять ненужные снимки экранов и не забивать память смартфона. При создании скриншота, нажимая на «Готово», вам нужно выбрать «Скопировать и удалить». Так снимок экрана не сохранится в памяти телефона, но вы сможете отправить его, вставив сообщение. Вы можете использовать заклинание с Гарри Поттера, чтобы включать те или иные функции на iPhone. Например, если скажете «Привет, Siri, Lumos», включится фонарик. А если после прошептать «Привет, Siri, Knox», фонарик выключится. Про еще несколько заклинаний мы рассказывали в нашем отдельном видео. Если интересно, ссылочка в описании. Если вам надоедают постоянные просьбы от разработчиков приложения оценить их проекты, можно отключить эти запросы. Перейдите в «Настройки», «App Store», «Оценки и отзывы». Там вы и найдете переключатель, который и следует установить в неактивное положение. Также в iPhone есть напоминание при отправке сообщения. Суть ее в следующем. Когда вы будете отправлять сообщение одному из своих контактов, смартфон отреагирует и покажет вам ваше напоминание. Активировать эту функцию очень просто. При создании нового напоминания нажмите на «Подробнее», переместите ползунок на «При отправке сообщения» и выберите нужный контакт. Любимый сайт можно не только закрепить в закладках в браузере, но и полноценно вывести их на рабочий стол. Для этого вам нужно открыть сафари, зайти на необходимый сайт, нажать внизу «Поделиться» и выбрать на экран «Домой». После этих манипуляций иконка сайта появится на рабочем столе. Переключайтесь между приложениями через полоску снизу. Просто смахните по полоске снизу влево или вправо для переключения между приложениями. Удивительно, но при этом далеко не все знают об этой возможности. Используйте прозрачный виджи, чтобы сдвинуть иконки приложений вниз и чтобы к ним было удобно дотягиваться. С помощью этого приложения можно добавить пустое место в любую часть экрана так, как вам хочется. Приложение создает виджеты с частью рисунка рабочего стола, чтобы создать эффект пустого места. Выглядит прикольно и пользоваться становится удобно. При этом можно сделать топку виджетов и простым свайпом получать доступ к любимым виджетам, когда это нужно. Кстати, мало кто знает, но вам не нужно запоминать получившееся в калькуляторе число. Здесь же, в калькуляторе, вы можете скопировать числовое значение, указанное на экране. Для этого нажмите, удерживайте палец, на нем до появления контекстного меню скопировать. Приложение фото в iOS 16 получило функцию редактирования, которая позволяет брать внесенные на одну фотографию изменения и вставлять их на другую. Это очень полезно, если у вас есть несколько фотографий, которые вы хотите редактировать по одному и тому же алгоритму. Для того, чтобы задействовать эту функцию, вам надо применить к изображению требуемые изменения. Затем нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу. Здесь вам понадобится выбрать пункт скопировать правки. Это позволит скопировать все те изменения, которые вы сделали с изображением. Теперь откройте другую фотографию и коснитесь того же значка с тремя точками. Но теперь выберите другой пункт «Вставить правки». На вторую картинку автоматически будут внесены такие же изменения. В стандартном приложении «Музыка» появилась опция для плавного смешивания при воспроизведении музыкальных треков. Опцию следует активировать по пути настройки «Музыка», «Перекрестное затухание». Если нужно быстро выделить слово или часть текста, можно не целиться пальцем, а сделать все обычным тапом. Двойное нажатие на слово выделяет его, а тройной тап выделяет целый абзац текста. Вместо того, чтобы переключаться на символьную клавиатуру для постановки точки, можно дважды нажать на клавишу «Пробел». Включите опцию по пути настройки «Основные», «Клавиатура», «Быстрая клавиша», «Точка», после чего сможете проставлять точки двойным вводом пробела. С помощью Siri можно включать и выключать некоторые параметры, например Wi-Fi и сотовые данные. «Музыка»